Жертвами политических репрессий были совершенно разные люди. Среди них можно было встретить инженеров и врачей, маршалов и генералов, ученых и поэтов, писателей и артистов. Более 10 миллионов человек были репрессированы, заключены в тюрьмы, расстреляны, а их дети в одночасье потеряли родных. Сломанные судьбы множества людей вспомнили скорбный день на аллее памяти в Щелково. Это действительно скорбная дата в нашей истории, в истории нашего государства. Но это история, из которой не вырвешь страниц. И слава Богу, что правда все-таки торжествует, пусть с опозданием, но наш народ, люди, все поколения узнают правду об истории своей страны, какой бы горькой она ни была. Мы действительно пережили момент, когда получилось, что мы сами убивали своих граждан. И граждан непростых, которые действительно много сделали в стране. Это действительно были заслуженные люди. В нашем округе также проживает немало родственников тех, кто когда-то оказался жертвой политических репрессий. Каждый из них с тяжелым сердцем вспоминает историю своей собственной семьи и надеется, что подобное больше никогда не повторится. Моих родителей уже нет в живых, но они прошли весь этот путь. Их гнали из Оренбургской области в Светловскую область на лошадях, в 40-градусный мороз. Дети маленькие были, даже грудные. У нас родителей шестеро детей. И вот они на этих телегах везли детей. В общем, в холоде и в голоде. Все собравшиеся, в числе которых были старшеклассники общеобразовательных учреждений, возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.